Число российских ветеранов войны за год выросло на 50 тысяч человек, подсчитало издание «Важные истории». По данным журналистов, это самый значительный прирост за последние как минимум три года. Однако эта цифра не отражает реальное число участников войны в Украине. Статус ветерана боевых действий, который дает официальную финансовую помощь, нужно еще доказать и пройти через все круги ада российской бюрократии. Далеко не всем это удается. О том, сколько в России ветеранов, расскажет наш следующий материал. Традиционно накануне 9 мая российские власти вспоминают о ветеранах Второй мировой. К ним ходят в гости, иногда даже устраивают перед ними концерты. И выплачивают по 10 тысяч рублей. Это около 130 долларов. В этом году таких ветеранов стало больше. К ним прибавились жители оккупированных территорий. Министерство обороны публиковало видео с поздравлениями ветеранов Великой Отечественной в Луганске. И, естественно, подготовили небольшую концертную программу специально для вас. День победы, который выйдет нас далек, как небо душит. Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин выложил видео с поздравлениями ветерана войны из Донецкой области. Для него устроили мини-парад. Вместе с Пушилиным поздравлял 105-летнего ветерана, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Это день победы, пороха в домах! Пока перед одними ветеранами маршируют военные в масках и с автоматами, другие мечтают о теплом туалете. Три года назад житель оккупированного Крыма Ярослав Селютин запустил проект под названием «Мечта ветерана». На этом сайте для участников Великой Отечественной ведутся сборы. В 2023 году российские ветераны войны мечтают о холодильнике, инвалидном кресле, новой кровати, скважине во дворе, чтобы была дома вода, об утеплении дома. У других ветеранов проблемы посерьезнее. Накануне Дня Победы 92-летняя ветеран войны из Сочи получила иск от прокуратуры. Ведомство хочет изъять у нее земельный участок, потому что он частично находится в границах национального парка. Пенсионерка получила землю почти 40 лет назад. Работа государственного фонда должна быть открытой. А сам порядок оказания помощи простым по принципу одного окна, без казенщины и бюрократии. Спустя год после начала войны Владимир Путин объявил о создании фонда поддержки ветеранов. Правда, для тех, кто участвовал в так называемой спецоперации. А их стало на 50 тысяч больше. Это рекорд за три года. Для сравнения, в прошлом году статус ветерана боевых действий получили только 10 тысяч человек. А годом ранее около 18 тысяч. Это данные пенсионного фонда. Рисковавшим жизнью государство платит скромные суммы. Менее 50 долларов в месяц. Заветный статус по закону можно получить почти сразу же, едва ступив на украинскую землю. Но на практике все гораздо сложнее. Процедура не автоматическая. Нужно собрать документы, подать заявление в специальную комиссию, а та еще месяц будет рассматривать заявку. Журналисты издания «Важной истории» изучили тематические группы ВКонтакте и обнаружили сотни жалоб от участников сегодняшней войны или их семей. Заявление о выдаче удостоверения ветерана боевых действий писал в ноябре. Удостоверения нет до сих пор. Скажите, к кому обратиться? В военную прокуратуру? Не считая копеечных выплат, новоиспеченные ветераны получают льготы. Например, бесплатный проезд, компенсации за ЖКХ и субсидии на жилье. Но даже эти льготы на практике получить не так легко из-за путаницы в российском законе. Мария Александрова, Белсад. О том, какое будущее ждет российских солдат, вернувшихся с войны в Украине, мы поговорим с экс-депутатом Законодателя Собрания Санкт-Петербурга, писателем и участником войн в Афганистане и Чечне Сергеем Гуляевым. Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Своих не бросаем. Вот этот лозунг очень часто используют как российские власти, дипломатическая служба, так и российские общественные организации, оказывающие помощь участникам боевых действий. Что в итоге получат те, кто сейчас воюет в Украине? Что они получат от российского государства? Ну, они получат подачку, во-первых, 5000 рублей, или там около того, меньше даже 5000 рублей, доплата к пенсии будет за участие в боевых действиях. В некоторых субъектах федерации для ветеранов включен бесплатный проезд в общественном транспорте. Точнее, он не бесплатный, а должен отказаться от каких-то там социального пакета. И тебе вместо этого дадут, допустим, в Петербурге 650 рублей на покупку проездного билета на все виды транспорта. Ну, собственно, я смотрю по афганцам по своим. Вот ребята уже многим там за 60, а они продолжают работать, потому что на пенсию ветерана войны в Афганистане, например, невозможно прожить. И это просто копейки, они просто людям уже 60-65 лет, а они продолжают работать. У меня даже есть 70 лет человеку, моему товарищу кронштадтцу. Он продолжает служить, не служить, вернее, а работать в качестве гражданского, на корабле, на военном. Просто для того, чтобы как-то поддержать семью и себя. Поэтому рассчитывать на то, что там будут какие-то безумные льготы, просто не стоит. Это люди должны понимать. Еще один маленький пример привести по поводу своих, не бросая. Вот у нас в том же Кронштадте вся администрация районная, заклеены все окна, просто все конкретно окна. Я даже где-то публиковал у себя в Фейсбуке эту картинку. Заклеена там своих, не бросаем, буква «З». Там все, все, эта символика, все это флаги в каждом окне. Буквально прямо на улицу Ленина выходит фасадом это здание. И в каждом буквально окне своих не бросаем. Когда нужно было действительно оказать помощь, у нас один из афганцев наш умер, причем он лежал 13 лет, был прикован к постели, инвалид, в общем, никому не нужен. К нему за 13 лет, когда он лежал, вертолетчик, афганец, вертолетчик, у него прорезовало ноги, и он был прикован к постели. За 13 лет, когда он лежал, к нему не зашел ни один муниципальный депутат, никто-то из районной администрации, не спрашивал, как ты живешь, чем тебе помочь. Вот мы афганцы там сбрасывались, на кровать ему купили, чтобы можно было в ней, без пролежнего, кровать, просто все сами сбрасывались. Привозили какие-то продукты, навещали его, а больше он никому в этой стране был не нужен, этот солдат, который потерял здоровье. И, кстати говоря, печальность закончилась, он недавно, буквально несколько месяцев назад, три месяца назад, Женя Гребнев ушел из жизни, и когда жена пришла его хоронить, ей выписали счет за могилу, за рытье могилы и за участок, по сути, продали участок земли, метр на два, за 220 тысяч рублей. Она, конечно, в этом горе согласилась. Мы там опять же бегали, афганцы собирали какие-то деньги, чтобы хоть как-то компенсировать, потому что 220 тысяч – это неподъемная сумма для семьи инвалида. И когда я прямо после похорон узнал эту сумму, в которую вышло все, я поехал к главе администрации района, и даже с ребятами, мы взяли афганцы, приехали к нему поговорить вообще, что это такое, что происходит. Вот своих не бросаете, вот заклеили все окна своими зетами, и своих не бросаем лозунгами. А вот похоронить воина, участника боевых действий, ветерана войны, инвалида войны, мы сбрасываемся и покупаем этот участок земли на муниципальном кладбище, причем хочу подчеркнуть. Вот, собственно, отношения, чтобы вы понимали, что ждет всех этих людей, которые сегодня они кричат, мы своих не бросаем, завтра, послезавтра про них просто забудут. Ну вот сейчас до полномасштабного вторжения в Украину, в России насчитывалось полтора миллиона участников боевых действий. Это от Кореи, Анголы до Чечни и Донбасса. Сейчас в России с этой войны могут вернуться более полумиллиона, то есть это больше, чем за 10 лет войны в Афганистане там побывало советских граждан. Если участники войн не получают ничего от государства, то есть вы сказали о том, что получили ветераны Афганистана, ветераны Чечни, то почему люди откликаются на эти призывы идти на войну с энтузиазмом? То есть мы видели действительно людей, которые там с нашивками Сталина, с зетками, идут на призыв. Почему, если они знают, что государство их бросит? Ну, во-первых, они надеются получить какие-то льготы и добавку к пенсии. Пенсия в среднем у нас 15-17 тысяч по России. И прибавка в 5 тысяч, они уже рассчитывают, что это хоть какие-то будут, плюс какие-то еще, возможно, льготы им дадут. Это, во-первых. А самое главное, что их мотивирует, я полагаю, это зарплаты сегодня-таки достаточно заоблачные для провинции российской, да, когда там 200 тысяч, это зарплата его за год может быть. А тут ему за месяц платят, и поэтому он тут уже рискует там. Ну и плюс промытые мозги, безусловно, пропаганда работает денно и ночно и просто в режиме нон-стоп. Поэтому, конечно, люди тут, наслушавшись всего этого, понимая, что им будут какие-то деньги платить, а здесь вообще никто ничего не может найти себя, вот идут на войну. И вот к вопросу о том, как найти себя. Вот вы прошли Афганистан, наверняка помните это время, конец 80-х, начало 90-х. Да и, в принципе, 90-е, те люди, которые вернулись из Чечни, они вошли в криминальные группировки, то есть это было время, когда, ну, карьера такая бандита была, была очень характерной для ветеранов Афганистана. Вот 500 тысяч людей вернутся, что их ждет? Ну, смотрите, все-таки я не хочу преувеличивать здесь присутствие афганцев. Были, конечно, были люди, которые пошли в услужение к бандитам и люди, которые владели оружием и знали, как убивать, в общем-то. Да, были и такие случаи, но это не массовое. Все-таки у нас бандитизм больше на спортивной почве развивался, чем на ветеранской. Но, тем не менее, были, да. Сегодня же, когда в армии призывают или зазывают вот эти ЧВК во все уголовников чистой воды, да, в общем-то, вот это, конечно, да и просто даже таких люмпенов и людей, которые, ну, вообще, в принципе, больше ничего в этой жизни делать не умеют. Как мне один мой знакомый сказал, что, а что? Я говорю, что ты, зачем ты едешь? Он говорит, я больше ничего делать-то не умею. Как убивать? Я вот воевал, я там служил в Чечне, я там прошел разведку, спецназ, я это все знаю, я все это умею. Я больше ничего в этой жизни ничего делать не умею. Поэтому я пошел в ЧВК и служил там. Безусловно, конечно, когда вернутся эти люди, вот особенно так называемые эти реабилитированные, да, вот по зэке, из Z-рот, как сейчас их называют, кстати говоря, сейчас уже не больше не в Вагнер их забирает, а при Министерстве обороны формируют так называемые Z-роты или Z-роты. Вот когда они вернутся, это, да, действительно, люди, прошедшие там войну, увидевшие кровь, вкусившие этой кровью, я думаю, что здесь будет все гораздо печалее, чем после Афгана. Продолжение следует...